всем доброго денечка вы на канале я верю в чудеса с вами марина мои хорошие сегодня решила поснимать для вас видео о парфюмах oriflame это те парфюмы которые были сняты уже с производства выведены из каталога значит ну давайте начнем значит перед вами giordani gold incantro это парфюмерная водичка красивое такое оформление строгое такое в английском стиле мне нравится такое оформление значит кто знает у них есть incantro ой извиняюсь giordani gold классический аромат даже у меня сейчас я забыла про него сейчас я кстати принесу у меня есть очень ранняя версия это сейчас я даже скажу какого года секунду так мои хорошие я вернулась к вам короче получилось так что это не тот аромат это не giordani gold значит я вам его сейчас тоже покажу значит так этот ароматик у меня так 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 сейчас вообще так мелко написано это выбитого цифры а мы сейчас с посмотрим на видеокамеру так и так значит вернемся к этому аромату giordani gold это у них линейка она давно ты еще такой старичок у них он тоже это как называется сейчас флагман до перезапускают иногда делают оформление иногда другое иногда они немножечко как-то улучшают как всегда это когда меняется оформление они что-то какую-то нотку могут убрать или наоборот какую-то нотку могут добавить поэтому всегда когда идет перезапуск всегда идет какое-то новое звучание уже в аромате значит сейчас я покажу флакон вы знаете у меня их по моему два аромата еще мне есть крем для тела на по поводу кремов я наверное повернулась смотрю как я наверное сниму отдельное видео там они такие как бочоночки сделаны такие наверное даже ну да как бочоночки там как шарики таким вот значит вернемся к аромату этот аромат значит так год выпуска сейчас я скажу если я увижу сейчас секунду мои хорошие уже и так и так кручу потому что тоже вот она что-то так вот написано xx значит использовать до до 19 года что короче сейчас я вам покажу дать я пишу его значит флакон покажу сейчас классический флакон вот это вот эта версия она немножечко такая как розоватая классическая версия на ее в золотом потому что так и называется giordani gold gold золото да вы знаете в переводе а здесь вот она in control уже звучит вот эта новая версия мне очень нравится вы знаете такое холодное звучание хотя вот сейчас лето но понятно что сейчас у нас вот дождь целый день лил просто сейчас дождь немножечко уже остановился я имею виду нет не такая жара да но все равно вот лето казалось бы но все равно сейчас нас около 22 градуса он все равно остается таким же холодные здесь есть пачули пачули всегда дают такой ну правда тоже смотря в чем с чем смешивать да с каким ароматом какой композиции я имела ввиду и вот я просто нюхаю хочу вам описать сейчас флакон вам покажу дождетесь видите сейчас подождите немножко просто вот я вдыхаю и хочу описать вот вы знаете мне так кажется даже может быть я не стала знаете не стал заходить на фрагрантику отыскивать там нотки просто я буду описывать свое свое ощущение да что я чувствую потому что иногда знаете в ароматах допустим что-то не заявлено а вот допустим как я описывала мужские ароматы там вот и мужской аромат от юдашкина значит мужском аромате там нет корицы а мне она кажется вот как будто бы есть какая-то нотка корицы хотя корица там вообще не заявлено вот иногда бывает так и так же как я вам говорила помните да когда вот есть и в роше охровая вуаль там вот тоже чувствуется нота соленых огурцов хотя в базе там кедр сандал и и что же там еще то так секунду так мои хорошие хотела прочесть вот у нее этот ароматик ну вы понимаете да про что я говорю вот ну не могла никак прочесть вот и она через видеокамеру тоже что ничего не ловит я вот пытаюсь вот видите да пытаюсь сфокусировать так 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 ну короче вы прочитали да потому что мне неудобно так и держать и и при это присматриваться значит что хочу сказать то что некоторые видят вере чувствуют запах огурцов в этом аромате хотя на самом деле там вообще никаких огурцов нет то же самое допустим и я я буду описывать свои ощущения потому что если я буду разбирать по нутам по пирамидам и так наши с вами видео затягиваются там я иногда по одному аромату по описанию там затягивают а мне на несколько минут да вот я не знаю но мне так кажется просто я описываю свое мира мира ощущения так мировоззрение до мира восприятия знаете вот он он холодный вообще мне нравится холодные ароматы может быть я стрелец по знаку гороскопа мне огненная стихия и вот я замечаю мне кстати нравится вот холодные ароматы вот он реально он холодный и вот мне так кажется здесь не какая-то вот нотка розы есть я не знаю может быть кто знает по описанию вот смотрите какая красота значит вот так вот выглядит этот пузырёчек флакончик оформление такое интересное вот классическое оформление тоже у них есть вот классическими не нравится жордане gold а вот это вот мне очень понравилась версия так что так дальше так мои хорошие наверное я не знаю как мы будем с вами выстраивать у меня здесь флакончики маленькие большие чтобы и и вам и видно было так да чтобы не давать это наверно так час я подвину так вот я снимаю у меня свет немножечко тут половина дневной половина такой свет поэтому она все по перемешалась поэтому свет не очень извиняюсь после когда хотела днем снимать одним такой шум от дождя был что невозможно просто так что будем снимать так мои хорошие давайте наверное я даже не знаю с чего начать а ну давайте вот когда я ходила за ароматиком да я думал что джордани голд на самом деле мои хорошие это не джордани голд это аромат экла некоторые читают его и клад но в каталоге он заявлен как экла может быть это вот именно это швейцарская же компания oriflame так тут написано стокгольм дубле по моему или что здесь написано ну смотрите не знаю невозможно что то увидите ну короче это аромат экла вот так вот коробочка выглядит вот смотрите это концентрация воды туалет спрей натурал начал выпулизатор значит кто помнит и вот я помню что это так вот так по моему да вот смотрите если кто увидите вот здесь вот число она выбита вот 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 по штрих кодом ну его невозможно прочесть он такой мелкий но неважно суть в том то что это еще где-то 2000 год или а вот мои хорошие вот 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 экс это значит использовать там что-то как-то вот до 02 03 значит это вот такая версия давно ее не нюхал сейчас я с вами занюхаю так слушайте вы смотрите сколько стоит вот аромат вы знаете мне так кажется он еще краше стал он какой-то медовый стал он ну не то что медовый а какая-то нотка меда он слад он он вообще не медовый он не сладкий он вообще не такой стал слушайте я обалдеваю конечно но это я помню его покупал двухтысячном году где-то вот там написано использовать до 2003 где-то в 2000 году я его покупала да 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 все точно да я вспомнила слушайте он такой насыщенный я им очень давно не брызгалась очень 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 много лет он такой насыщенный стал очень интересный я даже помню за сколько его купил я его купила на рынке раньше продавали вот на рынке дешевую это парфюмерию и там женщина стояла она занималась oriflame вернее она не она занималась у нее там ну как тот человек парень на которого она работала а значит вот он тоже из каталога купил вот этот парфюме она год я отдаю вам по каталожной цене вы слушайте какой интересный аромат стал это просто он вообще не такой вообще 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 он знаете какой бы хотите я вам честно скажу это один из тех ароматов которые мне пришлось купить просто за то что мне понравился в флакон я его купил за 320 рублей тогда это было очень дорого ну как не очень дорого это был ну нормально в 2000 году вспомните цены кто помнит что было 2000 году я его купила и я еще там знакомые там женщины стояли однако ой дай мне брызнуть за другая дай мне тоже и мне тоже я его подождите вы обалдели что ли говорю я купила их взяли типа дай мне дай мне там и 1 2 3 я помню что я его очень интересны мои хорошие вы представляете да как он бывает вот так я вам покажу его вот так вот так вот и такой флакончик вот смотрите поближе покажу вам вот такой кубик оформление очень интересное такое сейчас и на другом форме я даже не надо да есть 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 сейчас экла там у них есть экла еще мне нравится я покупала weekend экла weekend вот мне тоже нравится а вот еще вот такая версия она сейчас по-другому звучит она переиздана несколько раз была вот эта самая вот версия такая древняя так что вот я обладательница такой версии и там какие-то по моему белые цветы заявлены ли что-то вот такое но здесь понимать она такая нотка какая-то как узнать и такой вот можно даже как сказать знаете вот как медовое золото знаете иногда вот рекламу дают какой-то аромат и такой медовый как знаете такое как жидкое золото ли что вот мне почему-то вот медовое золото вы почему то вот так буду как-то дорого он звучит вот хотя увидите да сколько там отбрызга no от использовано от использована использовано так что вот так вот мои хорошие так и бывает знаете как говорится некоторые ароматы портятся не дай бог конечно да а другие смотрите как она вот эта композиция как настоялась, и как она стала звучать по-другому, я очень изъявлена. И запаха тухлого нет. Знаете, я знаю то, что вот у меня, я помню, один аромат испортился, и он прям испортившимся вот запахом так вот отдавал прямо из-под крышечки, да. Даже я когда распыляла, ну, вообще абсолютно не тот запах. А здесь, вы представляете, вот как, например, вот как сказать можно, или синтетики много в этом парфюме, да, то, что он не испортился. Или натуральные масла, то, что так они настоялись. Вот как вы думаете, вот ваше мнение, напишите пожалуйста в комментариях. Может быть даже кто-то и обладатель такой версии. Может у кого-то была такая версия, вот в флакончике. Слушайте, ну абсолютно по-другому, абсолютно по-другому звучит этот аромат. Я не буду сейчас его распылять, потому что у меня еще и другие парфюмы. Я просто буду немножечко так через крышечку нюхать, вспоминать и буду вам рассказывать. Так что, вот смотрите, вот так вот. Так, мои хорошие, я главное, знаете, чего боюсь? Я буду сейчас вам рассказывать, а вдруг здесь я взяла какой-то парфюм, вдруг он не из-за рефлеем. Но это из-за рефлеем, да, эти все из-за рефлеем. Так, мои хорошие, идем дальше. Что же нам дальше с вами такое рассмотреть? Ну, давайте, наверное... А вот я не знаю, как менее вам показать или менее, или ранее, которые выпускались. Даже не знаю. Ну, давайте уж, если мы начали вот такие, вот такие маленькие пузатики, да. Кстати, первая версия, там, по-моему, так, 50 миллилитров. О, а я почему-то думала 90, думала, такой флакон большой. И это тоже 50, вот эти флаконы, которые я вам показала. Так, немножечко как-то вот из-за освещения, вот, мои хорошие, я не знаю, как вот... Иногда снимаю вроде хорошо из-за освещения. А ну, знаете, вот оно... То солнышко есть, то солнышка нет, то вот оно меняется, освещение за счет того, что на улице такое вот. Так, ну, давайте, значит, следующий аромат. Это у нас будет... Это вот, это я вам покажу. Здесь три аромата было вот в этой линейке. Значит, я их покупала, все три. Был красный, желтый и зеленый. Мне почему-то вот... Два я вернула. Ну, мы покупали с моей знакомой. Она открыла. Там нужно было покупать два. И получилось как раз вот шесть флаконов мы взяли. Как раз нужно было по два покупать. Три аромата вот в линейке было. И как раз вот мы взяли, и нам получилось каждым по три. Каждый по три. И, значит, она своя открыла, а я свои не стала открывать. Я говорю, давай твои понюхаем. Ну, получилось такое, что мои были два неоткрытых, и я вернула. Они в запечатанном виде были. Значит, называется аромат Memories. Так, что там... Ля-ля-ля, тря-ля-ля. Вот, ну, по-английски, не знаю. Вот, посмотрите. Вот, Memories и что-то там вот. Оформление красивое. Я здесь салюты в форме сердечек. Так. Мои хорошие... Немножечко, может, или вот так отъехать чуть-чуть назад, чтобы видно было. Так. Хоть бы не завалить, а то у меня тут пузырьки стоят. Так. И флакон тоже красивенький. Такой шарик. Вот на тот момент мне он показался самым таким подходящим по настроению. Поэтому я его оставила. Хотя я так вот думаю, можно было бы их всех оставить. Короче, здесь что-то сладкое. Сладкое. В перемешку с розовым перцем. Это тоже ароматик, я вам скажу, знаете. Так, вот написано использовать до 06-го, 21-го. Это что, такой сурогодности, что ли? Сейчас 21-й год. Я вам даже покажу, если вы увидите. Ага, ничего тут не видно. Так. Ну, его давно выпускали. Это что, такой сурогодности, что ли? Я даже не знаю. Вот на фрагрантике можно даже посмотреть. Запах очень хороший, такой интересный. И он, слушайте, он даже он тоже прохладно звучит. Какая-то не то холодная роза здесь. Вот так вот. Тоже смотрите, как интересно. Кстати, смотрите, флакончик сливается с розочками на заднем плане. Вот так вот он выглядит. Розовый колпачок. Вот вам видно, наверное, да? Вот так. И сам флакончик розовый. Ну, я вам описала немножко, да? Вот я говорю, немножечко чувствуется розовый перец. Он знаете, на что похож? А-а-а! Так. В Арифлейм еще был аромат, знаете, такой тоже, как шарик. Ой, как же он назывался-то? Вот он тоже с розовым перцем. Вот еще голубая версия там была. Тоже, кстати, вот. Так. Ну, я вам хоть что хочу сказать. Значит, это видео будет не одна часть. Это видео будет несколько частей. Потому что я сейчас еще вспомнила там вот про этот флакон. Я найду его. И вам расскажу и покажу. Так вот этот флакон, я не помню, как он называется. Знаете, вот он, флакон квадратный. Кто Арифлеймом занимается, тот знает, кто занимается давно. Сейчас, по-моему, его... Извиняюсь. Его сейчас, по-моему, нет ни одного, ни второго. Один флакон, значит, выходил розовая, такая же тоже водичка. Флакон был... Розовая водичка. Сам флакон был белый, ну, прозрачный. А крышечка такая, знаете, как вот кружочек такой золотой. И как вот... Ну, такое ощущение, как золотые монеточки такие вот. Прям вот друг на друга, как будто приклеенные. И второй тоже аромат такой выходил. Вот я забыла, как же он называется-то. И второй тоже какой-то экзотический. Тоже такой же флакон, только в голубом исполнении. И крышечка тоже такая же, тоже в таком исполнении. Только вот там экзотические цветы какие-то были, не помню. Я найду, я вам покажу. Так вот этот аромат похож вот на этот розовый. Так, заговорилась, заболталась, да? Идем дальше, мои хорошие. Так, а что я вам... Это взяла коробочку, а флакончик не взяла. Секунду. Так, мои хорошие, я с вами. Значит, дальше у нас идет версия. Версия идет... Давайте вот этот, это флакончик аромат. Значит, это тоже древний аромат. Даже можно сказать, да, у меня... Я сначала знакома была с ароматами Арифлейм, вообще с косметикой Арифлейм. Потом был какой-то перерыв на несколько лет. И потом снова вот я занялась, я даже подписалась, я была представителем компании. Я даже вам сейчас скажу, этот флакон вот тоже вот здесь срок годности, срок годности, не знаю, какой-то, до 2000-х годов. Тут вот есть, выбитый на упаковке, но... Пытаюсь вот понять, но оно тут все как стертое. До 2000-х годов. Это может быть год... Ну, за год или за два. Где-то вот так. Значит, смотрите, это называется Life Kirkel, если правильно я называю, СОП. Если правильно читаю. Значит, флакончик выглядит вот так. Это можно сказать, с этого аромата у меня началась вот вторая волна. Арифлейм. Слушайте, вот вообще ни капли не изменился абсолютно. Абсолютно. Какой он был, такой он остался. Да, как в песне. Короче, знаете, вот напоминает... Кстати, вот сейчас вот вспомнила и прям сразу всплыла в памяти. И в Роше у них аромат... Вот есть натурель, а второй какой натюр. Натюр. Вот прям похоже. Как с свежескошенной травой, зеленью, летом. Вообще ни капельки не изменилось. Вот смотрите, вот запахи Арифлейм. Да, вот смотрите, вот абсолютно, вот так вот флакончик выглядит, абсолютно никак не поменялся аромат. В этой линейке тоже была трилогия. Тоже было три аромата. Я уже не помню. Это можно в интернете посмотреть, кто помнит, кого интересует. Ой, слушайте, тоже так интересно звучит. И знаете, что интересно, вот это тоже холодный аромат. Хотя вот он мне что-то напоминает, знаете, такое вот солнышко, такое... Вы помните, я вам в каталоге показывала, у меня, кто не видел, у меня есть видео, 16 видео у меня есть на канале, кого интересует, можете пройтись, посмотреть. Каталоги прошлых лет и в Роше. И там вот я показывала, там натюр и натюрель, там есть. Я вам даже сейчас, подождите секунду, я вам, чтобы напомнить, чтобы наше с вами видео было красивым. Секунду. Так, мои хорошие, вот я нашла, я не знаю, вам видно будет. Вот, смотрите, видите, девушка, вот эта девушка, значит, вот, есть аромат натюр, натюрель, а есть натюр, вот внизу, видите, да? Так вот, есть, это, значит, парфюмерная вода, а еще есть, у меня такой нет, я вот очень хотела, но, как-то вот все потом-потом, и мне не получилось, не довелось ее, как говорится, купить. И вот этот аромат, который сейчас я вам показывала, Трифлейм, вот мне напомнил, вот такое лето, вот видите, вот такое лето. Девушка бежит, и такое теплое, уже закат, такой вечер красивый. И вот, так, мне неудобно держать. пока нашла устала. Значит, вот этот аромат, вот этот, он мне напомнил, вот тот натюр. Вот тот натюр у меня есть, я сделаю видео сравнение, я вам покажу. И вот этот аромат напоминает, тоже, знаете, такое вот летнее, вот, настроение, такое солнышко, скотчная трава, девушка бежит, вот, вот знаете, вот, вот такой вот, почему-то, вот у кого есть вот аромат натюр, тот знает. Я думаю, навряд ли есть у кого-то, вот этот аромат, от Трифлейм, вот этот вот, лайф, лайф, киркл, соп. Очень интересно. И вот, смотрите, сколько лет прошло, очень ароматы сохранились, вообще, очень-очень хорошо. И я вам скажу, он у меня стоял, на открытом месте. Даже иногда солнышко попадало на него. Да. Вот. И как понять? Вот, или синтетика в ароматах присутствует, то, что он не пропадает, либо, либо какие-то эфирные масла, которые вот они так настаиваются, ну, я не знаю, не могу сказать. Так. Ну что, дальше идем? Давайте дальше. Давайте, если уж мы пошли по лету, давайте лето. Значит, это, по-моему, лимитка была. Значит, так, секунду, сейчас его открою. Это была лимитка, по-моему. Слушайте, вот кто помнит, кто давно в Reflame, раньше у них такая версия была, ой, тоже две версии выходила на лето. Саванна, по-моему, называется. Ой, я его избрызгала прямо вот, и в хвост, и в гриву, если честно сказать, прямо вот на ура. Так, секунду. Так, мои хорошие, вот так вот коробочка выглядит. Это называется Amazonia for hair. Женская версия. Там еще, по-моему, мужская была. Вот так, смотрите, как красиво выглядит. Теперь, значит, здесь 30 мл. Вот в этом тоже 30, в этом 50. Мои хорошие, вот смотрите, что я хочу сказать. Так, вот здесь вот, конечно, мне не нравится то, что коробочка не стоит. Так, ладно, давайте я этот пакет вытащу вот так вот. Так вот будет у нас с вами. Так. Значит, здесь, там тоже была версия, там мне не понравилось, не помню, как называется здесь. Значит, вот вы знаете, вот я крышечку, сюда тоже, кстати, вообще не испортился. Это тоже давно. И вы смотрите, они все холодные запахи. Не от того, что дома холодно, ну, именно не холодно, а вот именно то, что жарнет. Нет, они, может быть, они действительно, вот эти все ароматы, они хорошо звучат в холодное время года. короче, что я хочу сказать. Этот аромат я купила, я им почти не пользовалась. Вот так вот выглядит этот аромат. Вот так вот. Факон простой, но красивые этикеточки. Так. Не знаю, как бы вот так вот, что ли, сделать. Значит, а сейчас вот прохладное время, я имею в виду, после дождя, вот целый день у нас дождь был, вот смотрите, как он интересно звучит. Ну, или, может быть, знаете, вот он просто вот как-то выветрился или что. Но он мне не понравился, поэтому он у меня практически полный. Может быть, действительно вот нужно его на холодное время использовать. вот так, мои хорошие, ну что, по ходу дела, я не знаю, может быть, еще один аромат вам показать, и, потому что я не знаю, нет, все, давайте, наверное, это у меня уже время заканчивается, не успеваю, значит, не укладываясь я. переходите на вторую часть, будет вторая часть видео, это сколько вы получаете, раз, два, три, четыре, пять ароматов мы успели посмотреть. Если вам видео понравилось, ставьте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если вам нравится мой канал, нравится со мной проводить время, мне очень приятно, еще раз скажу, очень приятно, что вы подписываетесь, что вы комментируете, пальчики ставите вверх, мне очень приятно с вами общаться. Это, я вот смотрю по статистике, меня смотрят и в Казахстане, и в Германии, и в Украине, и в России, и в Узбекистане даже смотрели. Очень приятно общаться с вами, спасибо большое, что вы мне пишете, что принимаете участие в судьбе моего канала, и очень вам благодарна. Также буду благодарна, если вы подпишетесь. Спасибо большое, за просмотр. Переходите, пожалуйста, на вторую часть видео. Увидимся с вами в следующем видео. Не прощаемся.